так добрый день дорогие друзья всем добрый добрей же веселей же прекраснейший день и мы сейчас выйдем в ваикро телеграм в телеграме мы сделали фантастический бот я всем рекомендую зайти сейчас в наш канал ваикро и подключиться к боту в описании канала я сейчас брошу ссылочку есть бот который называется я сегодня я прям им пользуюсь сам постоянно сегодня был очень интересный момент я хотел одной из наших слушательниц значит послать какую-то информацию про этот бот и значит я нажал случайный совет рэбэ это случайный совет рэбэ он говорит что женщины на женщинах нашем поколении главное главная ответственность и значит женщины в нашем поколении они как раз и занимаются приводом на шеях и все то есть удивительно там про женщин советов немного но вот как четко попадает в когда тебе нужен от всевышнего сигнал какой-то то через вот эти вот советы рэбэ этот сигнал приходит прямо четенько очень потому что он реально всю свою силу и всю свою жизнь он вкладывал только в одно чтобы установить связь со всевышним и передавать вот это вот послание от всевышнего значит еврейскому народу и всему миру для того чтобы для того чтобы у каждого была индивидуальная связь со всевышним да лично индивидуальная связь и сейчас так как он оставил очень много 40 тысяч писем людям написал за свою жизнь можете себе представить больше 40 тысяч и когда и когда значит мы хотим получить сигнал от бога то так как он писал современным нашим современником нам с вами до грубо говоря он писал ответы и в современном мире он очень четко знал и всю тору и очень хорошо знал современный мир а почему же нас сейчас telegram почему-то он перестал давать возможность проводить чат очень странно очень странно почему-то не могу в телеграме выйти сейчас в в играм видео чат сделать сейчас секундочку еще видите как хорошо когда есть и telegram есть и пробуем сейчас неизвестна ошибка попробуйте позже так секундочку что за неизвестна ошибка как то может быть неизвестна ошибка так нет никакой ошибки начать видео чат нет значит какая-то неизвестная ошибка смотрите значит будем проводить урок сейчас в фейсбуке я еще раз знаете что нужно делать когда есть неизвестная ошибка вообще когда есть любая любая ошибка знаете что нужно сделать нужно не останавливаться а сделать какие-то действия которые ты можешь сделать данный момент чтобы чтобы у тебя сейчас делать перезагружаю компьютер и телеграмму все выгодно нам не нужны теории заговора всем все выгодно просто сейчас я перезагрузил компьютер все в этом мире надо перезагружать вы понимаете вот человеку каждую ночь перезагружается он спит компьютер тоже нужно периодически перезагружать голову надо перезагружать все надо перезагружать в этом мире нет ничего постоянного и надеяться что все будет постоянно это глупо значит telegram он видно устал малеха или компьютер мы устал или еще что-то надо перезагрузить сейчас компьютер перезагрузится и все начали пока открываю чтобы те кто собрались во время я открываю недельную главу сегодня мы заканчиваем недельную главу в айшлах в этой недельной главе устанавливается модель взаимодействия между еврейским народом и потомками эйсава потомки эйсава это европейская цивилизация значит эйсава это был родной брат я акова от одно одного папы от одной мамы да то есть еврейский народ и европейские народы да они произошли от вообще от 1 из одного живота вышли можно сказать да родные братья не двоюродные родные и значит как у них разворачивали взаимоотношения значит как у них взаимоотношения разворачивали сейчас вот я найду сегодняшний наш отрывок шиши шестой день и седьмой год значит краткое содержание краткое содержание предыдущей главы до сегодняшнего момента значит яков возвращается после 20 лет улавана с четырьмя женами движены 2 еще жены которые были служанками его жен четыре жены 11 сыновей огромные стада скота возвращается после 20 лет где он жил улавана и был он пастухом соблюдал заповеди жил он слова нам но отдельно вот он значит не просто сохранил свой высоте духовный уровень а он его поднял до невероятной величины и высоты и вот он возвращается подходит он к земле израиля видит что ангелы он на таком был высоком духовном уровне что он видел ангелы которые его сопровождали за границей они уходят и стан ангелов и ангелы земли израиля они приходят и он значит посылает посланцев ангелов посылает к и саму своему родному брату который к тому времени стал царем он захватил землю сыр он он был очень мощный сильный он был такой воин как ему дал их папа ицкак дал ему благословение что иса будет жить от жирности земли и от небесной росы и своим мечом еще будет все всех забирать то есть ему будет идти и благословение если мы посмотрим главное место эйсава да как бы квинтэссенция эйсава это рим рим это италия это просто если говорить про природу про богатство рай на земле вот просто красота природа все дальше из рима пошел эйсав распространяться византия там америка это эйсав англия это эйсав россия это эйсав то есть это все все родственники потомки эйсава швеция но вся вот это вот швеция единственное кто является не потомками эйсава это яван греция это потомки яф это да яф это там был сыноха я вани мы так раз они от него пошли значит и что и эйсавы 400 спецназовцев идут навстречу якову яков начинает в этот момент молиться он говорит богу ты же мне обещал что когда выходил из земли израиля что ты меня вернешь домой с миром значит ты мне обещал что будешь меня защищать дальше он делит свой лагерь на две части готовится к войне дальше начинает посылать эйсаву подарки стада 10 стад с подношения да такое подношение с со словами что это твой раб яков господин мой сав вообще не надо ссориться то что благословение тогда забрала но на мне не сбылась она тебе сбылась мол не надо ссориться давай все нормально и ночью воевал яков с ангелом мы знаем что это был сатан что это было злое начало животное начало ангелы сава он с ним воевал когда он остался один ангел его этот повредил ему бедро а всевышний дал потом через этого ангела ему имя исраэль воевал с людьми и с богом и победил переводится имя исраэль то есть тот кто такой борец который может из любой ситуации выйти победителем и его значит они встретились с эйсавом они они когда встретились с эйсавом эсава тоже у него вдруг сердце поменялось отношения он говорит все ладно давай жить мирно пошли ко мне будем жить вместе яков говорит нет давай будем жить отдельно мы слабы и маленькие скот маленькие дети маленькие ты возвращайся к себе ты цари возвращайся к себе в свою землю мы тихонечко пойдем и вот он тихонечко идёт останавливается на 18 месяцев в суккоте потом покупает землю возле города шхем и строит там жертвенник в которого называет бог израиля эл-эл-эк-эй-израэль он называет этот жертвенник приносит там жертвы и после этого у него крадут его дочку дину после этого его два сына вырезают этот город шхем те которые украли его дочку дину и изнасиловали и яков после этого понимает что нужно вернуться выполнить обед перед богом на то место где он выходил из израиля и он туда возвращается строит там жертвенник в бетеле который обещал и вот мы сейчас пришли к окончанию главы значит что и бог ему говорит значит я тебя сделаю сказал ему бог я бог бог дающий тебе все значит плодись и размножайся народы из тебя выйдут и выйдут из тебя цари так он ему сказал и вот мы сегодня начинаем и землю которую я дал аврааму и цхаку да то есть бог поклялся дать землю израиля аврааму и цхаку он говорит эту землю эту землю я дам кому я дам тебе пробуем еще раз трансляцию запустить может быть сейчас получится значит секундочку извиняюсь трансляция начать видео чат нет неизвестная ошибка все не работает телеграм пока будем разбираться с неизвестной ошибкой позже значит урок у нас будет только фейсбуке сегодня значит землю которую я обещал аврааму и цхаку тебе ее дам и твоему потомству после тебя дам я эту землю значит и поднялся над ним всесильный вместе в котором он с ним разговаривал и установил яков там жертвенник в этом месте где говорил с ним бог и возлил на него масло значит и назвал яков вместо это место где говорил с ним бог значит бетель все там где он выходил из израиля и где он взял обед туда же он и вернулся бетель и по и пошли они тогда из этого бетеля и пошли они в сторону эфрата в сторону они пошли хеврона туда в сторону иерусалима хеврон иерусалим это же все рядом здесь уже решили они вернуться домой к отсутствию он решил вернуться почему он уже так долго он там находился еще не вернулся непонятно значит может быть я найду к следующей неделе ответ на этот вопрос пока нет у меня но очень интересно здесь дальше что происходит его жена рахель той за которой он пришел к лавану его любимая жена за которой он работал первых семь лет а ему вместо нее удалили и его жена которая была после того как он женился и на рахели и налей первые первые получается она была 16 почти лет бесплодная до что с ней произошло начала на рожать второго ребенка и очень тяжело не ушли роды можете себе представить в дороге как бедуины шатры никаких там нет больниц скорых помощи ничего нету она рожает второго ребенка и так и было тяжело рожать и сказала ей акушерка которая у него принимала роды не бойся это тоже у тебя сын значит тоже у тебя сын как первый сын юсеф когда родился она сказала и добавит не бог еще одного сына это тоже у тебя сын сказала вот это вот женщина акушерка и когда и вышла ее душа и она умерла при родах рахель умерла природа второго ребеночка остался ребенок сирота маленький бениамин и она сказала перед тем как она умерла прям последний момент были у нее ее жизни и она сказала что имя ребенка будет а мама ей как бы дается пророчество как зовут ребенка и сказала она имя его бен они сын моего страдания бена не она сказала на арамейском языке они это страдания и они они выявлен я страдающие бедные такое слово выявив короля бениамин а папа его назвал бениамин видите звучит почти одинаково она сказала бен они сын моего страдания отец сказал б бениамин его зовут да он это имя как бы переделал на иврит а бениамин значит сын правой руки сын силы сын я мим сына годов до дней годов сын старости то есть он переделал это имя чтобы она звучала и имела смысл наоборот сильный потому что жить человеку с именем страдалец у не очень хорошо жизнью вот уже будет страдальческая и и он яаков переделал его имя сказал что оно такое же потому что очень интересно я прочитал у рамбана что имя человека которое ему дает мать она как бы определяет корень его души но значит имя которое потом человек или берет себе или он зарабатывает своими духовным ростом это имя уже которая которая его как бы как сказать это его достижение теперь то которое ему дали это как его судьба а то которая которая дали при родах но то имя которое или он сам себе взял или ему дали другие люди да это дальше уже определяет его сущность и вот отец яков который все это знал он его назвал бениамин сын правой руки сын силы значит он хотел чтобы бениамин был сильный это очень интересно бениамин это был единственный из 12 сыновей якова который родился в земле израиля все родились за границей бениамин это был тот ребенок в уделе которого был потом построен храм иерусалимский храм был построен частично в на деле иуды частично в на деле бениамина бениамин это был тот ребенок который объединил семью, когда братья продали Юсефа, потом они пришли к Юсефу в Египет, и потом Юсеф сказал, что пока не придет Бениамин, младший ребенок, я вас не отпущу, и так далее. В общем, он объединил всю семью. То есть Бениамин это был первый еврей, который родился в Израиле, уже у Яакова, который имел имя Исраэль, и получил он имя от отца Бениамин. И умерла Рахель, и была она похоронена по пути Ефрата в Бетлехиме. Это как раз тоже недалеко от Иерусалима, буквально там 20-30 минут ехать, но она похоронена была именно там, возле дороги, потому что у Яакова было пророчество, что там она должна быть похоронена. Это был удел, потом удел колена Бениамина, это был удел. Израиль потом был разделен на 12 колен, и это было как раз колено Бениамина. Второе, на этой дороге, потом через, по этой дороге, когда был разрушен первый храм, еврестий народ угонял на выходный цар в изгнание, то они все молились возле Модилы Рахели, просили, чтобы она на небе там замолвила перед Всевышним словечко, чтобы он, чтобы помолила, чтобы Всевышний простил. То есть, это было у него пророчество, что она должна быть там похоронена. И поставил Яаков Мацева, поставил он камень на ее могиле, до сих пор есть Кевер Рахель, Модила Рахели, стоит там этот камень, прошло уже почти четыре тысячи лет, и это до сегодняшнего дня написано в Торе, это Модила Рахели. Представляете? Очень интересно, почему это очень интересно мне сейчас вдруг стало? Потому что, когда Маши Рабейну получал Тору, он же получал Тору, когда вышли из Едипта. Это произошло через, после смерти Рахели, примерно через, если, значит, ну где-то 300 лет. 300 лет с этого момента, плюс-минус 300, между 250 и 300. Теперь Маши Рабейну, который родился в Едипте, который никогда не был в земле Израиля, который, Тора была получена в пустыне Синай после выхода из Едипта. И прошло уже очень много лет после того, как Яаков с сыновьями спустились в Едипет, потом они были 210 лет в тяжелейшем рабстве и так далее. Но прямо он пишет Торе, что и стоит этот, это Модила Рахели, а даем, до сегодняшнего дня он там. Откуда знал, если бы это не было от Бога, откуда мог знать Маши Рабейну в пустыне в Едипте, что стоит там камень и Модила Рахели. Но так как это от Бога, то есть это Тора, это пророчество, то мы видим, что так оно и есть. До сих пор есть этот камень, до сих пор есть Модила Рахели, представляете? И поехал Исраэль, и раскрыл он свой шатер, раскрыл свой шатер, значит, в месте, которое называется Мигдаль Эдер, это уже рядом было с Евроаном. И тут очень интересно, во ей, когда Исраэль, он уже на той земле, он начал ее осваивать, и пошел Реувен, написано, и взял его кровать Якова и перенес ее, эту кровать, в шатер своей мамы. Значит, когда умерла Рахель, а так как Рахель была главная жена Якова, ради которой, в принципе, он хотел только на ней жениться. Вся история с Леей и с служанками, это было уже следствием, следствием, ну, разных обстоятельств, да, но он любил Рахеля, хотел только на ней жениться, его кровать стояла в шатре у Рахели, а когда умерла Рахель, он перенес шатер в, перенес свою кровать в шатер к Бильге, Бильга это была служанка Рахели, но не перенес шатер к Леи, которая была родная сестра Рахели и мама Рувена. И Рувен, он очень на этот счет имел другое мнение, и он взял, пошел и забрал кровать отца и перенес его в шатер своей мамы. И услышал Исраэль, написано, и услышал Исраэль, и что? Вот что можно из этого понять? И услышал Исраэль, и все, и ничего. И следующее сразу до конца еще предложение, конец предложения. Вэйю бне Яаков шне Масары. Было сыновей Яакова 12. И дальше идет. Сыновья Леи, первенец Яакова Рувен, Шимон, Леви, Иудавы, Исахар, Везвулу. Значит, что мы можем сказать? Смотрите, затронулась с краем глаза очень такая сложная история. То есть Рувен берет кровать, значит, отца, ну там был какой-то очень серьезный момент. Что говорит Тора по этому поводу? И услышал Исраэль, ну он услышал об этом. И дальше идет, и у него как было 12 сыновей, так и осталось. Он не стал из этого делать никакого серьезного там конфликта, разборок и так далее. То есть проехали. Следующее. И дальше идет, что Рувен как был его первенец, так и остался. То есть есть очень важный момент, который вот отсюда можно понять в отношениях между людьми, в семьях, в близкие люди и так далее. Есть поступки, которые могут не нравиться. Рувену не понравилось, как поступил папа. Но папа Яаков, он знал, что он делал. И он делал то, что он делал. Якову не понравился поступок Рувена. Тоже не понравился, некрасиво он поступил. Но при этом они остались папой, сын, у них были прекрасные отношения. То есть нужно очень сильно разделять между поступком и человеком. И понимать, что даже у одного и того же человека понимание, как надо поступать, оно меняется. То оно одно, то оно другое, то ты так думаешь, что по-другому. Значит, поэтому нужно быть очень-очень к другим людям, особенно к близким людям, да. То есть к их поступкам можно быть очень терпимым. А как быть терпимым? Проехали. Ну то есть ты, когда делаешь какую-то ошибку, ты же не зацикливаешься на своей ошибке. Ой, я ошибся, я ошибся. Ты говоришь, ну бывает. Так же здесь. Бывает. Бывает так, бывает так. Все, проехали. Значит, и дальше идет перечисление всех сыновей Якова от каждой из жен. И, значит, и пришел Яков к Ицхаку, папе его в Мамре Тириатарбе. Папа его, Ицхак, жил в Тириатарбе, в Хевроне, значит, спокойненько. Там, где жил Авраам, там жил и Ицхак. Ицхак, он из всех праотцов, он почти не двигался. Он двигался только по стране Израиля немного. Про него вообще почти ничего не написано, кроме этой истории, когда Яков получил у него благословение. Жил Ицхак 180 лет, больше всех, среди всех праотцов. И наиболее он прожил спокойную жизнь. И написано, были дни Ицхака 180 лет. И, значит, Ицхак умер, приобщился он к своему народу на небе, да, к своей семье. Он был за Кеннон, был уже старец. И Саваб, Ямим, и он насытился днями. То есть, вся его жизнь была очень такая насыщенная. И похоронили его Исава Яков сыновья. Значит, вместе они его похоронили, мирно даже сыновья его в конце жизни помирились. И он довольно счастливый прожил самую счастливую жизнь из всех праотцов. И спокойненько в 180 лет ушел в лучший мир. И дальше идет до конца главы, идет родословие Исава. Исав, он был мощный царь, много жен, у него много сыновей. Прямо идет перечисление, огромное-огромное перечисление идет до конца главы. Просто вообще, там, две страницы. И две страницы почти без комментариев. Смотрите, вот это вот текст все. Идет перечисление потомков Исава. Задается вопрос, а зачем нам в Торе нужны вот такое вот перечисление потомков Исава? Тора же, она дана еврейскому народу. Тора дана еврейскому народу, чтобы соблюдать заповеди. Зачем нам нужно в Торе два, ну, два листа, там нет, вы видите, как Тора пишет коротко, например, про историю с Ревеном. Или Тора может писать абсолютно коротко, там, из одной буквы, из формы слова, учатся целые законы. И тут вдруг две страницы, потом Те Исава, потом Те Исава, потом Те Исава, такой, такой, цари здесь, цари там и дома, построили Рим. Да, вы знаете, что это очень интересно. Многие спрашивают, откуда Рим-то взялся? Вот я был в Риме, и там есть история Рима. И там написано, что пришли, вначале там жили какие-то цари, которые пришли, откуда непонятно, не помню, как называется этот народ. И потом уже они основали этот Рим. А потом уже это стала республика, там, и так далее. Значит, но мы в Торе знаем, в устной Торе, что Рим основали потомки Исава. Вот как раз вот эти вот цари, здесь написано, один из царей основал Рим. А в Риме, что мы знаем, в Риме потом сел Папа Римский, да, который, ну и так далее. То есть, это целая духовная, духовная, о которой идет традиция невероятная. Когда, когда написано было же, было пророчество, что когда Яков будет сбрасывать с себя власть Всевышнего, Исав будет подниматься. Понятно. И вот как раз, когда был разрушен второй храм, кто разрушил второй храм? Римляне разрушили второй храм. И они, евреев, угнали в рабство, угнали в Рим. И кто построил Рим, вот эти все Колизеи, там, и так далее, это все начало подниматься. Как раз в 70-й год нашей эры был разрушен второй храм. И была построена в Риме триумфальная арка, на которой нарисована, как евреи заходят в эту арку и несут, что они несут, минору. Прямо на триумфальной арке написано вот этот нарисован светильник, вот этот вот храмовый, который забрали из храма Иерусалимского и спрятали вон, где-то спрятан до сих пор в Ватикане, в подвалах Ватикана в Риме. Он спрятан там где-то под землей. И значит, несут они, несут они этот светильник. Потом начинаются гонения, римские гонения начинаются на евреев, христианские гонения, средние века, крестовые походы, пытаются, пытаются захватить Иерусалим. Но кто держит Иерусалим? Потомки Ишмаэля. Потомки Ишмаэля с 600 года нашей эры. Иерусалим находился в руках потомков Ишмаэля. Потом все-таки потомки Исава, англичане, побеждают Турцию, захватывают, забирают Британию, забирают Иерусалим. И они какое-то короткое время властвуют в Иерусалиме. И потом начинается последняя такая война Исава с Яаковым. Значит, идет расплата за грех Золотого Тельца. Значит, катастрофа. И Исав прям зажимает Яакова. Значит, одни убивают фашисты, а другие Америка, Англия не пускают, не выпускают. Представляете, насколько было... Сейчас там все помогают беженцам. Слава Богу, мир стал добрый, хороший, волнуются. Беженцам помогают. Во время Второй мировой войны корабли с детьми знали, что детей убьют. Тысяча детей корабль отправляют обратно в Германию, пусть убивают. Не пускала ни Америка, ни Англия, ни одна страна мира еврейских беженцев не пускала. Представляете, Исав уничтожал и Исав не пускал, держал, чтобы... Значит, но после этого, что наступает? После этого наступает 48-й год и Израиль вновь возникает после двух тысяч лет изгнания. Две тысячи лет вообще вот такого рассеяния по всему миру. Опять возникает Израиль, государство Израиль со столицы в Иерусалиме. Опять начинают евреи молиться возле Котеля, возле стены плача. И вот мы сейчас блестим и видим к тому, что еще немного, еще немного, еще немного, значит, и появится третий храм. Ответ на вопрос я слышал, почему две страницы посвящены перечислению потомков Исава, что там скрыт тайна Машеха, то есть это все Каббала. И там в этом во всем скрыто, когда придет Машех, как он придет, кем он будет, откуда он будет. То есть это все нам кажется, что это просто текст перечисления потомков Исава. А это как раз такой шифр специальный, в котором зашифрован приход Машеха, который придет с Божьей помощи в наше время, будет построен третий храм, и мы увидим наконец-то финиш, да, можно сказать, как кульминацию развития человечества. Мы увидим вот в нашем поколении своими глазами с Божьей помощью, значит, и поучаствуем в ней, как те, кто привели этот момент, потому что этот момент придет, когда будет много духовной энергии вот этой в мире, да, духовного света, который идет в мир через Тору. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы был у вас шаббат шалом, чтобы было в заслугу, что вы учите Тору, выполняете заповеди, стремитесь познать волю Всевышнего и выполнить ее, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, и чтобы ималэ коль мишилот лебеха лето ва тэха, чтобы он наполнил все запросы вашего сердца для вашего добра, и чтобы был мир, мир у каждого, что был в голове, мир в семье, мир в мире, чтобы закончилась война, чтобы злодеи, наконец, то все друг друга поубивали, а добрые, хорошие люди могли спокойно сеять, собирать урожай, жениться, рожать детей, молиться Всевышнему, выполнять заповеди, много радоваться, радоваться, прямо веселиться. Все, шаббат шалом, счастливо.